Равномерна ли любовь Бога ко всем людям или у Него есть любимчики? Иногда действительно человеку кажется, что Бог другому помогает значительно больше, чем тебе. Почему вот у Него все получается, а у Него ничего не получается? И человек в ропоте, в претензии к Богу начинает молиться, в огорчении и спрашивает, почему ты мне не даешь то, что ты даешь другому? У тебя есть любимчики. Но это, конечно, не так. Бог любит каждого из нас до крестной смерти. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, говорит апостол Павел в послании к римлянам, когда мы были еще грешниками. То есть даже независимо от наших грехов. Но просто есть люди, воля которых направлена исполнять заповеди Божии, а есть люди, воля которых не направлена. И есть люди, которые больны, так что их надо лечить теплом и солнцем. Допустим, приходит человек к врачу, его отправляют в пицунду в санаторий, дышать соснами. А есть человек, которого привозят на другой скорой, который надо немедленно положить под нож и делать сложнейшую операцию, которая очень болезнен, после которой будет долгое восстановление. Если их поменять местами, оба погибнут. Поэтому у Господа любовь к человеку, не являющаяся человекоугодием, она не служит человеческим страстям, не потакает им. И вот у апостола Павла в послании к римлянам, опять же, есть такие слова. Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. И удивительные слова. Постоянством в добром деле можно искать бессмертия. Жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, ибо нет лицеприятия у Бога. Апостол Павел говорит о том, что решение, принять любовь Божию или не принять ее, находится в руках у человека. Это удивительным образом сформулировано, очень кратко, но очень глубоко, в Таинстве Крещения. Во время оглашения священник говорит о человеке. Ты дал ему власть жизни вечной. Жизнь вечная — это дар Божий. А вот власть принятия или не принятия, она находится у человека. Если человек Бога не любит, он ее не принимает. Другое дело, что в Священном Писании мы встречаем такое понятие, как друг Божий или любимый ученик. Мы знаем, что у Христа были друзья Марфа, Мария и Лазарь. Это люди, с которыми ему было очень хорошо. И был любимый ученик Иоанн. Почему? Потому что Бога-человек Иисус Христос был подобный нам человек во всем, кроме греха. Он во всем был подобен нам, кроме греха. Значит, и как у нас есть люди, созвучные нам по своему душевному строению, по направлению жизни сердца, которые нам более понятны, так и у Христа должно было быть это нормально. Это не значит, что он любит Петра меньше. Просто Иоанн, несмотря на то, что он был самый молодой из всех 12 учеников, понимал Христа лучше всех остальных. Вот это удивительно. Именно поэтому ему дано написать самое глубокое Евангелие, четвертое. Вот обратите внимание на то, как Петр дает знак Иоанну, чтобы тот спросил на Тайной Вечере у Христа о том, кто предаст его. И Господь Иоанну открывает, что это Иуда. Он говорит, а мочивши со мной руку всолила, то есть в соленый соус. А Петру этого не говорит. Почему? Потому что если Петр узнает, что это Иуда, он просто его разорвет, он его убьет просто, покалечит. И тогда не свершится то, зачем пришел Христос. А Христос говорит, на этот час я пришел. Он это говорит о распятии. Он не говорит, что он пришел проповедовать, исцелять. Это все второе. Он пришел на час распятия, на смерть и на воскресенье. Если Петр помешает, это не совершится. А Иоанн, который самый младший, он настолько доверяет Христу, что, наверное, он тоже возмущен против Иуды. Но в своем доверии он молчит. Он понимает, что Христос лучше знает, как надо. Вот что такое любимый ученик. Это тот, сердце которого глубже и тоньше всего откликалось на ожидание Христова. Но это, повторюсь, это не значит, что Христос кого-то из нас не любит. Нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. Сказано в Священном Писании. Это сказано прежде всего о кресте Христовом. Вот она, любовь распинающаяся. Поэтому мы все у Бога любимчики. На самом деле все. Но просто каждому из нас нужны свои лекарства, свой путь. У каждого человека своя мера терпения, страданий, счастья или боли для того, чтобы войти в Царство Небесное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова